Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как с любовью общаться с подростком, если он все время хамит? Наставь юношу при начале пути его, говорит премудрый Соломон, он не уклонится от него, когда и состарится. Почитай отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Противоположностью почитания является хамов грех, тот, который мы называем хамством. Бывает такое, что подросток в период переходного возраста своего, такого бунта и такого восстания на все авторитеты, он начинает хамить родителям. Это тяжкий грех, который может разрушить его душу. Но мама, допустим, которая с ним одна проживает, иногда и папа уже физически с ним справиться никак не может. Да в этом, наверное, нет необходимости. Мне кажется, что родитель в этой ситуации должен сделать так. Он должен сказать спокойно, тихо, но твердо. В таком тоне я с тобой общаться не буду. Развернуться и уйти к себе в комнату. А ужин приготовить только на себя. Рано не вставать, в школу, в институт не провожать. Ничего не делать, пока человек не попросит прощения. В таком тоне я разговаривать с тобой не буду. Не участвовать в этом грехе. Другое дело, что когда человек находится в переходном периоде, у него, помимо вот такого откровенного хамства, еще очень много всякого разного, что раньше, еще два года назад было неприемлемо совершенно. И вот другие вещи можно как бы не замечать. Что-то не заметить, что-то сделать вид, что не расслышал, что-то перевести в шутку. Потому что если ругать его за все, то ваша совместная жизнь превратится просто в сплошную ругань. А это приведет к тому, что разорвется сердечная связь с ребенком. И к концу его переходного периода ее уже не будет. Что нужно делать, спрашивает человек. Делать нужно было до. Вот в этом основная проблема. Для того, чтобы во время вот этого своего такого крутого пике в переходном возрасте ребенок тяжко не хамил, нужно с ним заниматься, пока он еще младенец и отрок. Нужно с ним много и интересно для него общаться. Если папа и мама для ребенка дороги, если он ценит и любит время, которое ему важно и интересно, которое он с ними проводит, то он не будет хамить. Это совершенно очевидно. Или вот этот период будет проходить без таких острых углов. Потому что отец для него друг и мать для него друг. Они им занимались. А если родители только его кормили, обували, одевали и отправляли к бабушке на выходные, то где основа вот этого сердечной связи? Ее нет. Основой сердечной связи с ребенком вырастающим является интересное для него общение, многократное. Поэтому об этом надо заботиться до того, как эта беда придет. Еще что нужно помнить. Нужно помнить, что ребенок выйдет из переходного возраста. Это закончится как болезнь. Два, может быть, три года. Он должен стать свободным и отдельным. Это заложено в него Богом. И это нормально. Другое дело, что в период перехода он делает это уродливо. Он делает это ранее для ближних, для самого себя. Но надо понимать, что это проходит. Когда это первый раз с первым ребенком, иногда родителям кажется, что все. Жизнь закончилась, и надо отказываться от ребенка. И иногда руки опускаются, потому что ты ему все объяснил, на место поставил. Прошло три дня, и все то же самое. Это не так. Это пройдет. Это пройдет, как температура проходит у заболевшего гриппом. Просто это длится не один год. Ребенок буквально приходит такой же, как он был до. И он сам уже не помнит. И упрекать его в этом бессмысленно. Просто потерпите, подождите. Помолитесь за ребенка. И старайтесь не реагировать болезненно на все. На все, что сопровождает его. Но откровенное хамство терпеть нельзя. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись. И поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok